Всем привет, дорогие друзья! Мы, это Андрей и я, снова встретились в городе Ворсма на заводе складных ножей Саро. И для этого есть замечательная причина. Дело в том, что на Саро зреют новые модели, которые они собираются привезти на клинок. Именно поэтому Андрей нас к себе позвал, чтобы и нам и вам их показать. Андрей, привет! Давай не будем... А нет, будем! Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце этого ролика мы анонсируем новый интересный конкурс, который мы проведем на выставке совместно с Андреем на нашей сцене. То есть соревнование для посетителей с интересными призами. Обязательно смотрите до конца и узнаете, что же вас ждет на выставке. А сейчас давайте приступим к ножам, потому что наши главные герои, они сосредоточены прямо здесь, ровно между нами. Приветствую всех! Сегодня мы хотели вам показать вот эти вот новые образцы. Нож называется Кайман. Когда-то в производственной гамме Саро был такой нож. Мы его полностью переделали, переиграли. Нож был двухпредметным. Вот сегодня делаем упор пока на ножи с одним клинком. Впоследствии, конечно, планируем вернуться к теме многопредметных ножей. Сейчас вот речь идет вот об этих вот изделиях. Нож Кайман. Длина клинка 140. Так, здесь 127 миллиметров, вот здесь вот 140 миллиметров. Длина клинка. Замок типа бэклок. Насечка фрикционная на рукояти. Клипсу планируем. Значит, клипса может ставиться как с одной стороны ножа, так и с другой. Вторая клипса. Клипса, к сожалению, здесь она несимметричная, поэтому не получится эту же клипсу переставить на другую сторону. Мы планируем комплектовать ножи как раз второй клипсой, если кому-то понадобится ее переставить. Здесь ряд фрикционных насечек. Нож одной рукой открывается благополучно. Но благодаря тому, что мы, пожалуй, уже тысячи авиационных ножей для армии сделали для НАЗов, то есть на сегодняшний день замок бэклок не представляет сложности никакой, то есть опыт уже достаточно большой, чтобы это все не люфтило, чтобы это все работало. Нету страха перед бэклоком? Нету, да, страх отсутствует. Но традиционно, хотя в ножах такой системы, как правило, нет необходимости часто регулировать осевую систему, но традиционно, опять же, здесь под 5-рублевую монету винт. Да, если нужно будет захочется разобрать по какой-то причине, то опять же это можно сделать подручными средствами. Когда же наконец появится 5-рублевая монета в коробке с ножом? Или ее аналог? Да, мы думали над тем, чтобы сделать аналог 5-рублевой монеты, думаем свою валюту ввести. Сейчас ведутся жаркие споры на тему того, как она должна называться. Вот, либо по первым буквам фамилии основателей, либо все-таки это лось должен быть. Но пока эта тема в работе, да, но она у нас уже давно обсуждается. Вот, собственно говоря, второй нож отличается, ну, немного размерами, да, как бы мы видим. Немного. Да, немного. Вот, чуть-чуть другая форма рукояти, чуть-чуть другая форма клинка. На наш взгляд здесь вписывается. Все это достаточно гармонично. Я бы назвал их Кайман XL и Кайман XXL. Ну, мы пока вот Кайман, этот просто Кайман, а этот Кайман XL. Вот, так, собственно говоря, они сейчас в документации уже и проходят. Потому что обычный Кайман уже не малыш. Да. Фрикционная насечка на рукояти, то есть и руку не наминает, и в то же время работает на более комфортное удержание. Также осевая система сегментирована, конечно. Вот, ну, в данном случае не подшипники у нас применяются, а шайбы латунные. Нож по весу, то есть максимально мы облегчали, насколько возможно, то есть там внутри вины будет нет. То есть лайнеры облегчены. Сейчас я взвешивал, по-моему, вот этот нож 163 грамма весит. Вот, этот, соответственно, полегче. Что-то мне, 145, по-моему, вот этот вот. А шайбы поставлены в осевую систему сознательно или это на этапе прототипа пока что так? Сознательно, сознательно поставили шайбы, потому что все-таки клинки достаточно длинные. Хоть и взрезка от обуха, да, то есть клин от обуха у нас идет, но при всем при этом решили увеличить площадь контакта между клинком и лайнерами. И для этого поставили шайбы, они на шайбах и будут производиться сейчас. Вот. А то бы я посмотрел, как флипуют, например, экселью. Для этого ему нужен плавник. Плавник исключает возможность использования бэклока. И таким образом мы приходим к другому ножу в конечном итоге. К совершенно другому. Ну, насколько я знаю, ты позвал меня не только ради кайманов. Есть у тебя еще что-то вкусненькое в запасе? Помимо кайманов мы планируем... Ну, во-первых, есть нож авиационный. Да, я уже рассказывал о нем. И на выставках мы прототипы этих ножей показывали. Сначала они были просто складными тоже на шайбах. Да, потом мы решили, что все-таки можно попробовать сделать флиппер. Да, мы сделали флиппер. Вот, потом речь... Да, соответственно, поставили подшипники. Вот. И интерес к этой модели в качестве прототипа на выставках был достаточно высок. Мы приняли решение о выпуске этого ножа серийно. Да, и сейчас к клинку мы уже планируем привезти ряд, так сказать, этих ножей. Ну, какое-то количество этих ножей уже серийно. Да. По версиям, соответственно, ну, по аналогии вот с чижами, да, будет версия из Böller K110 и G10 на рукояти. G10 пяти цветов традиционно, то есть белый, черный, красный, оранжевый и васильковый. Васильковый. Да, васильковый цвет, так сказать, очень популярен в чижах. Кроме того, мы подготовили вот такую вот версию ножа из LMAX и с карбоном на рукояти. И вот будем тоже на выставке смотреть, как примут этот карбон, потому что таких рукояти с такой фактурой мы не делали. Обычно у нас это хаотичный карбон, да, здесь он напоминает... Дамасский рисунок. Дерево, либо Дамаск, да, что-то такое слоеное, неравномерное. Вот, но так вот, кому показали, уже многим этот рисунок нравится. У вас будет возможность, соответственно, оценить его на выставке. Сейчас какое-то количество таких ножей тоже находится в производстве к выставке. Мы рассчитываем их получить уже в готовом виде и привезти для продажи в том числе. Вес ножа... 80. 80 грамм вот этот нож весит, и 83 грамма весит вот этот нож. Осевая система на подшипниках, да, как я говорил, также 5-рублевой монеткой можно регулировать преднатяг подшипников, да, зазор. Здесь нож создан по мотивам того самого авиационного ножа, который, так сказать, еще со времен СССР входил у нас летчиков, носил аварийный запас. Здесь мы пытались, так сказать, и стилистически сохранить как-то эту тему. Но при всех прочих делах, например, не меняя габариты ножа, удалось сделать более длинным клинок. На 10 миллиметров увеличилась длина полезной режущей кромки ножа благодаря этому. Ну, вот такой вот EDC ножичек у нас получился. Скоро можно будет его купить. А расскажи, пожалуйста, еще судьбу Бизона. Потому что, когда мы с тобой встретились в декабре, он был еще на стадии прототипа. В феврале ты, по-моему, уже его перевез в Петербург как модель готовую. Да, история следующая. Мы сделали этот прототип. Он нам, так сказать, очень нравился. Да, как нож. И даже некоторые сотрудники у нас изъявили желание такой нож... Гонять с ним по заводу. Да, да, да. То есть иметь в собственности такой нож. Но по результатам выставок, опять же... То есть мы сначала на первой выставке еще до Нового года привозили этот нож. Он был буквально в единственном экземпляре. Потом мы сделали несколько прототипов в разном цвете. Стали смотреть, как посетители реагируют. И, честно говоря, замечаний по этому ножу набралось достаточно много. Настолько много, что мы решили немножко притормозить с выпуском ножа именно в таком виде. Вот, учесть заранее все замечания, которые набрали по нему. И сейчас готовится версия, соответственно, с учетом всех этих замечаний. Снова, наверное, это будет прототип. Ну, я надеюсь, что к клинку к питерскому, который в конце мая планируется, уже тоже будут ножи, которые можно будет купить. Ты можешь сейчас приоткрыть завесу тайны? Какие вносятся на текущий момент изменения? В первую очередь, по форме клинка. То есть мы решили, что это, в первую очередь, должен быть клинок, скажем так, чуть более традиционный, то есть без намека на танто. Но также мы рассматриваем вариант, что вторым вариантом клинка, то есть может быть нож с двумя вариантами клинков, вторым вариантом клинка будет как раз танто, но не как здесь, не как на прототипе, а как раз танто более ярко выраженное, скажем так, то есть без радиуса и так далее. Вот. Другая форма отверстия для открывания. Эргономика рукояти достаточно, так сказать, сильные изменения претерпевает. Вот. Ну и самое главное, что нож будет флипером на подшипниках. Вот. Подшипник здесь будет увеличенный по аналогии с ножами Варанг и Багира. То есть, скажем так, подшипник чуть более усиленный по сравнению с резачками Аля Чиш или Скорпион. Клипса тоже меняется. Сейчас мы все шире применяем вариант клипсы глубокой посадки, во-первых. Во-вторых, все-таки переставляем. То есть, вот это вот решение, которое мы предлагали по клипсам еще буквально полгода назад, да, сейчас у нас уже все ножи, то есть, клипса зафрезерована внутрь накладки. Это позволяет ее переставить, если клипса симметричная, как здесь, либо мы будем давать в комплекте клипсу, который можно поставить на другую сторону, как здесь вот, например. Соответственно, с Бизона это тоже ждет. Вот. Все. С Бизоном. Пожалуй, это все, что я хотел сказать. К слову, да, вот о Скорпионах. Ты привез обновленную версию Скорпиона на выставку в Петербурге и с двумя видами клинков, собранную на подшипнике. Скажи, пожалуйста, какой был отклик и что ты планируешь делать с этой моделью? Вот отклик весьма любопытный. Ну, Скорпион нам дорог исторически, вот в традиционном виде, да, то есть, был нож, который у нас производился с 96-го года. Это как раз его рестайлинг. То, как мы видим этот нож сегодня. И поскольку этот нож на протяжении долгих лет являлся как раз отличительной чертой модельного ряда компании Саро, нам очень хотелось его сохранить. Вот. И сейчас в таком виде тоже он уже выходит в серию. Здесь мы добавили насечки. Вот большое количество насечек. То есть, диагональным хватом нож удерживается достаточно, так сказать, хорошо. То есть, есть такой вариант хвата. Есть что-то для мелких работ. То есть, пожалуйста, все это надежно. Все это за палец цепляется. Тоже осевая, сегментированная, с возможностью регулировки 5-рублевой монетой. Клипса тоже глубокой посадки. Возможность переставлять на другую сторону. Здесь сейчас заглушка стоит специальная. Вот заглушка убирается, ставится клипса на другую сторону. Ну, и мы решили выпустить этот нож с двумя типами клинков. То есть, вот этот более традиционный вариант и вариант клинка Воронклифф. Значит, после выставки приняли решение Воронклифф немного изменить. Чуть изменилась форма самого клинка. Добавили насечки, изменили форму отверстия для открывания в случае необходимости. Можно не только флиповать, да, но и открыть. Таким вот образом его, соответственно, тоже пойдет в серию. А не думал ли ты, Андрей? Что будет, если в результате доработанный Скорпион окажется популярнее того ножа, с которым его сравнивают? Сложный вопрос. Ну, на мой взгляд, сравнить его можно только со Скорпионом старого модельного ряда. А поскольку выпускать Скорпион старого модельного ряда мы перестали, то ничего страшного не произойдет, будет продаваться новый нож. Как ты съехал, красиво. Давайте по поводу хейтеров пройдемся. По поводу чего? По поводу хейтеров? Да. А я сейчас как раз на хейтеров и пытался намекнуть. Ты кого сейчас хейтером назвал? Слушай, я не понял. Я не понял. В данном случае хейтерами была группа поддержки Леши Пономарева. Которые в один голос стали твердить, что это прямо царап. Парни, я неловко себя чувствую, когда заходит речь о господине Пономареве. О человеке, мной глубоко уважаемом, человеке, которому на выставке клинок я подарил чижа, потому что его появление на свет, это в том числе и его заслуга, заслуга той работы, которую он делает. То есть на, так сказать, посмотрев очень плотно и очень много на иф-ньюсов, его авторство, собственно говоря, чиж, я понял, что нужно сделать с чижом, чтобы он был интересен. Вот, поэтому господин Пономарев испытываю самые, так сказать, теплые чувства, так сказать, признательности за ту работу, которую он делает. Еще один вопрос, такой, знаешь, хождение по грани. Я пару раз слышал мнение, что с таким вот, с таким наращиванием темпов выпуска и разработки новых моделей, вы можете себя загнать в такую ситуацию, что, в результате, ни одна модель не будет качественной. То есть постоянно-постоянно что-то новое, ищите новые стили, новые какие-то технические идеи, и в результате ассортимент растет, но теряется качество. Вопрос задевает за живое, буквально. Почему? Потому что, ну, ответ, на самом деле, с точки зрения, ну, здесь я вижу два вопроса, да, то есть первый вопрос, это насколько проработаны дизайны. Второй вопрос, это не пострадает ли качество при росте объемов производства. Вот, вопросы, так сказать, очень актуальны, и вот я что хочу сказать. Вот тот же самый, например, то есть мы оба этих вопроса решаем с вашей помощью, с помощью выставки Клинок в первую очередь, а также с помощью нашего общения с людьми, да, в наших соцсетях и в дружественных нам. Да, вот нож, он на самом деле давным-давно мог быть запущен уже в серийное производство. Не запускается, потому что неоднозначная реакция на этот дизайн. Поэтому тогда, когда на выставке будут на него реагировать так, как достаточно хорошо, вот тогда этот нож, то есть от выставки к выставке он будет меняться, вот, и тогда, когда на него будет, ну, однозначно положительная реакция, вот тогда он пойдет в производство. То есть это вот вопрос первый, да, то есть по поводу дизайнов. Вопрос по поводу качества в серии. Мы на самом деле сегодня, значит, переживаем, скажем так, такие достаточно тяжелые времена, именно потому, что решили в Ворсме создать качественный продукт. И есть служба УТК, которую я лично дублирую в ряде, ну, как бы, контрольных точек, да, сам лично проверяю изделия, проверяю ножи. Кладовщики, которые вообще, как бы, ну, не УТК совсем, да, и до них удалось донести, что, ну, скажем так, они тоже переживают вообще за... Кладовщики, менеджеры, да, они тоже переживают за качество. И коль скоро уж они последними перед отправкой, допустим, клиенту держат изделие в руках, да, они тоже смотрят, проверяют. Иногда бывает, что им удается найти какую-то недоработку, и мы все это возвращаем. То есть на заводе ситуация такая, что скорее мы какое-то изделие забракуем, да, нежели мы его выпустим, увидев, да, какую-то проблему, мы его забракуем, а не выпустим. То же самое касается подготовки к производству. Тот же самый нож авиационный был готов к производству, вернее, с его дизайном мы уже окончательно определились еще три выставки назад, да, то есть до Нового года. Тем не менее, в серию он выходит только сейчас в апреле, да, мы решили, что мы можем делать серию, потому что все это время шла подготовка к производству, которая бы обеспечила максимально качественное, значит, его, ну, максимально качество в серии этого ножа. Вот, поэтому вот все силы, которые возможно приложить для того, чтобы эти ножи были качественными, мы прикладываем. Предлагаю сейчас перейти к самой приятной части нашего с тобой разговора, приятной части для наших дорогих зрителей. Давай расскажем немножечко о том, что мы с тобой придумали, задумали и планируем совершить на ближайшей выставке. Итак, друзья, есть нож-чиж, который состоит из количества деталей. Ты предлагаешь количество деталей назвать? Да. 15. Есть нож-чиж, который состоит из 15 деталей. Мы возьмем три таких ножа. Я думаю, мы все-таки возьмем в простом исполнении, К110 и G10 на накладочке, с беленькой, например. Возьмем три таких ножа, разберем их, дадим вам инструмент для того, чтобы собрать, это, соответственно, отвертка торкс и 5-рублевая монета. Все это будет аккуратно сложено в пластиковую прозрачную коробочку. И три самых смелых из вас, кто придет на выставку, будут иметь возможность посоревноваться в скорости собирания ножа. И в результате самый быстрый собравший нож, который при этом не развалится в руках у него, когда он поднимет руку, типа, я закончил, он получит ценный приз. Возможно, это будет что-то из вновь вышедших в серию моделей. Например, авиационный. Конечно, не в карбоне, а с G10. Ну, это мы объявим уже непосредственно на выставке, но в любом случае будет приятный приз от компании Саро и от Клинка тоже. Я думаю, мы не поскупимся для наших дорогих посетителей. Конкурс будет называться «Сам себе нажедел». Итак, еще раз. Три чижа в разобранном состоянии. Три конкурсанта, которые соревнуются друг с другом, кто быстрее соберет нож. Возможно, добавим какое-то быстренькое испытание. Собрал и 10 раз веревочку перерезал. Таким образом, у нас объявляется победитель, который забирает ценный приз. То есть, еще одно скоростное соревнование на выставке клинок у нас добавляется, которое будет проводиться совместно с Саро. Я в свою очередь обещаю, что сборщики, которые сотни ножей этих собрали уже, в конкурсе участвовать не будут. Не будут. Да. А человек, который не только собрал нож быстрее всех, но и собрал качественнее всех, сможет устроиться к вам на работу. Да. Рассмотрим этот вариант. Будем рады вас вместе с Андреем видеть на клинке с 1 по 4 апреля в Москве. Главная сцена. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно приходите на сцену Саро, чтобы пощупать новые модели, рассказать свое впечатление, а не дать ребятам обратную связь. Всем спасибо, всем пока. Будем рады вас вместе с Андреем видеть на клинке с 1 по 4 апреля в Москве. Главная сцена. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно приходите на сцену Саро, чтобы пощупать новые модели, рассказать свое впечатление, а не дать ребятам обратную связь. Всем спасибо, всем пока.